Посевную без государственных субсидий начали аграрии Восточного Казахстана. Им полагается больше 4 миллиардов тенге. Несколько месяцев в растении воды добиваются компенсирующих выплат. Оформляются они на единой платформе ГОФАГРОКИЗЭТ, однако система зависает и заявки не проходят, а сроки погашения кредитов поджимают, говорят аграрии. Искусственные сложности в организации весеннеполивных работ увидел Вячеслав Витлуги. Аграрии Восточного Казахстана сегодня штурмуют электронную платформу ГОФАГРОКИЗЭТ. Через эту программу субсидируется покупка семян и удобрений. В идеале возвращается до 50% затрат на приобретение. На деле же заявки не проходят. Система просто не видит оцифрованные поля и логично блокирует оформление выплат. В этом году на субсидирование весеннеполевых работ на востоке Казахстана выделено больше 4 миллиардов тенге. Однако техника аграриев работает на оборотных средствах. Они говорят, что субсидии еще не получили, хотя заявки подавали больше двух месяцев назад. Для малых хозяйств госсубсидии единственный способ остаться на плаву и не провалить посевную. Впрочем, и крупные агрохолдинги региона сегодня зависимы от дотации. Ими покрывают затраты на дорожающие удобрения и дешевеющую пшеницу. Электронные счеты, факторы не загружаются. Мы не можем получить деньги за субсидирование процентной ставки по кредитам. Это приводит к повышенной финансовой нагрузке. И отсутствие денег, полученных за различные виды субсидирования, сегодня тяжело сказывается на самом сельхозпроизводстве. Представители Минсельхоза убеждают, субсидии выдаются, и программа пусть и со скрипом, но работает. По официальным данным, в марте казахстанские растеневоды подали свыше 6 тысяч заявок. Выдано больше 5 миллиардов тенге. Впрочем, сумма даже по региональным меркам не самая внушительная, убеждают финансовые эксперты Палаты предпринимателей. В помощь еще новой и не обкатанной платформе Госагрокейзет они предлагают запустить действовавший ранее электронный оператор субсидий Колдау. Сейчас он остановлен в пользу очередного проекта цифровизации отрасли. Мы предлагаем и предлагали изначально, пока вы пилотом прогоняете эту новую программу, пока она хромает, пока она сырая, и сырая она будет еще долго, параллельно альтернативу оставьте как полдал. Она должна была работать, потому что там заявки прошлого года. Задержанные субсидии уже в этом месяце поступят на счета агропредприятий. И это не прогнозы, а выводы представителей управления сельского хозяйства. Чиновники обещают всячески ускорить процесс выплат. Два постановления у нас по семеноводству и по удобрениям находятся на регистрации юстиции. Как они выйдут, мы после этого их разместим на сайте Госагра и уже попытаемся открыть прием заявок. Если система полноценно начнет работать, то мы уже планируем в апреле выплачивать. В довесок пусть к запоздалым субсидиям поддержат местных растениеводов и удешевленным топливом. С Павлодарского МПЗ им отгрузят 20 тысяч тонн ГСМ для посевной по 204 тенге за литр. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-казахстанская область. Хабар-24. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Петров.